Приветствую вас, Алексей. Постарайтесь, пожалуйста, послушать внимательно то, что я вам скажу. Вы пишете о том, что потеряли себя. Вы пишете о том, что оно для вас смысл жизни. Я скажу вам, что вы потеряли себя не тогда, когда разошлись с ней, когда расстались с ней. А вы потеряли себя ещё раньше, когда только начинали с ней встречаться. А возможно, возможно, возможно и ещё раньше вы себя потеряли. Вот. То есть, на это указывает косвенно факт того, что девушка для вас обладает таким большим отношением. Знаете, Алексей, человек не может и не должен быть для кого-либо быть смыслом жизни. Он не может быть в этой жизни. То есть, по сути, по сути, вы сейчас, на данный момент, свою девушку воспринимаете как своего рода спасительницу. Как то, что вам необходимо для нормальной жизни. Но ведь именно поэтому, именно потому, что вы так себя вели, она, скорее всего, и ушла. Потому, что ей тяжело было находиться с вами тогда, когда вы в ней столь активно нуждаетесь. Она чувствовала себя таким, знаете, своего рода ресурсом. А вы её, как бы, потребляли. То есть, вы, по сути, в ней нуждаетесь. А нужды быть в здоровых отношениях не должно. Я верю в то, что вам сейчас тяжело. Я верю в то, что вам трудно. Я верю в то, что у вас нет смысла жизни. Я в это верю. Но подобная проблема связана не с тем, что девушка ушла, а с тем, как вы сами организовали свой, например, быт, свою жизнь, свою деятельность и так далее. Совершенно очевидно, что если девушка была для вас смыслом жизни, то больше в жизни, помимо неё, у вас ничего нет. А это совершенно неприемлемо для здоровых отношений. Это абсолютно неприемлемо. Потому что в этом случае кто-то из партнёров всегда будет нуждаться в другом. Вот. И один партнёр будет чувствовать себя в менее выгодном положении, чем другой. Ну вот, например, ваша девушка, да, она, скорее всего, именно так себя и чувствовала. То есть она чувствовала себя так, что вы не воспринимаете её именно как, ну как женщину. Вот. А вы, скорее, воспринимаете её как, ну как спасительницу, да, вот о чём я говорил. Как раз таки. То есть, грубо говоря, будучи не полным, не самостоятельным, будучи не сформировавшимся, возможно, как личность, вы нуждаетесь в девушке. То, что с вами произошло сейчас, то, что с вами происходит, это показатель того, что вы не самостоятельны. Это следствие того, что у вас есть определённые трудности. Это следствие того, что у вас есть определённые проблемы в построении, в построении, ага, и в организации своей собственной жизни. Это значит, что вы не принадлежите в себе. Это значит, что вы не привыкли ориентироваться на себя. Хорошо ли это? Конечно же, нет. Потому что людей, например, это, ну в частности девушку, в частности девушек, любых, это не привлекает. Потому что это делает вас не самостоятельным. Обратите, пожалуйста, на это самое пристальное внимание. Я надеюсь, что вы сможете, я надеюсь, что вы сможете для себя сделать соответствующие выводы. То есть вам нужно не бросать идею вернуть девушку, не отказываться от этой идеи, точнее не внушать себе, что вы неправильно чего-то хотите. Но смотреть немножко дальше и задать себе по сути вопрос, а вот зачем, зачем мне девушка, зачем я хочу, собственно, чтобы она ко мне вернулась. Ну почему, откуда у меня такая вот нуждаемость в ней. Вот это, пожалуй, то, что вам действительно нужно. Дальше, значит, вы пишите, мы расстались с девушкой, да, из-за чего? Я ее люблю, пишите вы. Хорошо, как это проявляется? Судя по тому, что вы описали, Алексей, вы не любите себя. Если человек не любит себя, то он вряд ли может любить кого-то. Если такой человек кого-то и любит, то это любовь либо невротическая, либо психотическая. Невротическая любовь является потребностью за счет другого удовлетворить свои желания, которые не получаются. А психотическая любовь – это любовь ребенка к родителям. То есть это своего рода такая, вы знаете, ну да, любовь ребенка к родителям. То есть, по сути, ваша девушка таким образом чувствовала себя родителем, вот, что ей, конечно же, не нравилось. Вот. И поэтому она ушла. Вот. Дальше вы пишите, значит, я ее люблю. Значит, как это проявляется, это отдельный вопрос, да, то есть, как именно проявляется ваше чувство. Боготворю. Вы знаете, Алексей, вот, сказка следующее. Когда вы богитворите человека, да, то есть, вы воспринимаете его как Бога, человек это чувствует. Человек чувствует, что для вас он Бог. Ну, и это только, это только кажется, что ему приятно, что ему хорошо, что ему нравится. Это только кажется. На самом деле, это не приятно, это не хорошо и это безумно тяжело. То есть, девушка, по сути, чувствует, что она должна быть непогрешимой, что вы во всем, по сути, полагаетесь на нее. Хорошо ли это для девушки? Нет. Хорошо ли то, что вы ее благотворите? Нет. Подумали ли вы о ней, как она воспринимает то, что вы ее благотворите? Нет. Именно об этом я вам и пытаюсь донести. Именно об этом я вам пытаюсь сказать. Вот. Смысл своей жизни вам нужно искать самому. Вот. А то, что вы потеряли себя, это, скорее всего, произошло еще раньше, в детстве, когда вас подавляли и говорили, живи для других и угоди другим. Что-то нужно корректировать этот драйвер. А я хотел перецепить черту, не видел другого выхода, как наложить руки на себя. Это, соответственно, посыл к смерти. То есть, у вас есть установка, что если вы живете не для кого-то, то вы недостойны жить и должны умереть. Вот. Значит, я хочу снова быть с ней. Зачем? Зачем, Алексей? Для чего? Я не могу, не живу, не дышу без нее. Ну, как минимум, вы дышите, потому что вы все-таки пишете здесь, что вы не живете. Я верю, но это только потому, что вы ничего не делаете для себя. Научиться жить для себя вам поможет психолог. Обращайтесь, выбирайте любого из специалистов, мы вам поможем. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будро помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. КОНЕЦ